Продолжение следует... Это можно спрятать. Это вот каскадные стрижки, получается. Здесь не то. Это вот у нас... Мы так, не акцентируем внимание, вы прокомментируете. Квадратное лицо. Что делать? Ну, в квадратном лице явные проблемы – это сколы, получается, и нижние сколы. Да. И, опять же, чтобы смягчить эту лесенку, как она купится, это может быть и симметрия. Опять же, это может быть объемная челка. Ну, в принципе, да, это может быть корея на удлинение... То есть вот здесь вот впереди, когда уходит мышка, сзади короче. Да, да, да. И челочку еще какую-нибудь... Косую? Нет. Симметричную? Примоз какую-нибудь полукруглую, то есть вообще замечательно. Угу. Вопрос от телезрителя Александра. Если у молодого мужчины появляются признаки лысения, их лучше прятать или как-то красиво подчеркнуть? Лучше красиво подчеркнуть. Ну, как это можно сделать? Потому что, когда их прячешь, это начинается вот, ну, как бы... Прятать традиционное вот так и сочетание. Не, ну, это уж совсем как-то беда. Когда у молодого парня, как бы, ну, и начинают прятать, это очень смешно все выглядит. То есть, ну, вот тут вот такие штуки потом остаются, как бы, которыми... Ну, они закрывают вот, как правило, тут височные такие впадины получаются, да, и вот начинается там все это закрывать. То есть, смотрится это как бы, ну, так достаточно непонятно. Лучше сделать там короткую челку или носить вот что-то наподобие, как у Леши, да, то же самое. Ну, как возвращаются сейчас... У него там лысеет? Копу! Нет, нет, Леша еще, слава богу, не лысеет. У него тоже достаточно высокие выступы. Да, и как бы, ну, смотрится это вполне. Ну, просто вот как бы, как вариант сразу же, на первый переход в голод, это вообще наголо подстричься, но не всем же идет. Конечно. Потому что череп не у всех красивый. Не, ну, когда там уже вот действительно печаль, беда, ну, как бы, тогда, конечно, стрижки, как бы, такие по насадку, да, как говорят, ну, то есть это уже оптимальный вариант. Про стрижки мы проговорили, еще хочется про укладки. Вот модные тенденции ближайшего. Вот это вот самое такое слово, ну, мода. Не очень, да? Да, когда вот приходят и говорят, ну, скажите, что сейчас модного? И ты сразу понимаешь, что, ну, если в двух словах, что такое мода, вот тяжело ответить, ведь правда? Ну, то есть, как бы, что такое мода? Каждый как-то выбирает свой стиль по жизни, да, а мода, она возрастная мода, да, там, в одном городе, в мегаполисе такая мода, здесь другая мода, да. То есть за модой лучше не гнаться? Конечно, зачем? Или все-таки мы же скажем, что вот? Ну, есть какие-то мудрые... Есть определенные тенденции, которые показывают, там, на неделях высокая мода, там не только одежда, там идут и прически. Ну, это можно все проследить в интернете. И на сезон там дается несколько тенденций, но не обязательно, что нужно их прямо вот в этом сезоне, да, следовать этим тенденциям. Ну, в принципе, это всеми любимые кудри, очень-очень гладкие волосы, блестящие, здоровые. И что еще? Ну, вот в прошлом году было очень актуально плетение разнообразное, их масса всяких разных. Да, и в этом году тоже. И в этом году тоже, да. Вот опять же, может быть, этого где-то уже нету, да, а вот там пришло. Ну, то есть это... Все-таки если женщине, мужчине что-то идет, лучше не думать о том, что модно это или не модно. Нет, почему? Пробовать надо, конечно, пробовать надо. Просто, ну, очень мало людей решаются на это. То есть вот он ходил так всю жизнь, тут пришел, ты ему предлагаешь, ну, там, давайте мы тебе сделаем, что-нибудь тут покороче, тут там, подлиннее. Ну, я не знаю, я не буду похож на кого-нибудь там. И сразу, ну, то есть предрассудки, стереотипы, как бы, ну, вот это вот убивает. Еще один вопрос уже по уходу за волосами, из Печоры от Надежды. Очень сильно жирнятся волосы, уже не знаю, что с этим делать. Подскажите. Спасибо. О, это шампунь не подходит, наверное. А как шампунь тогда выбирать? Если вот, ну, их масса продается сейчас в магазинах, начиная, там, сейчас доступна и профессиональная косметика, в принципе, и обычным людям, не только профессионалам. Ну, вот как ориентироваться, если вот, может быть, уже все перепробовали? Ну, все по большому счету там отвечает, такой некий PH-фактор, да, вот этому всему. То есть, такие волосы, да, жирные, нужно предпочесть шампуни, которые будут челочного, ну, PH-фактор их будет выше, там, скажем, 5,5, то есть ближе к 7 прямо, да, там, ну, к семерочке. Это будет челочной шампунь, как бы, который будет очень хорошо подходить для жирных волос. При этом, как часто можно мыть волосы? Потому что если челочной, вот можно же вымыть свой, нужный, защитный слой. Да, вот это вот самое такое, ну, наболевший такой вопрос, потому что очень многие это задают. И, как мне кажется, да, ну, мы живем же в своем современном мире, да, там, и так далее, и все прекрасно понимаем, что мыться нужно, там, и мыть голову, да, по мере необходимости, да, как бы, ну, то есть, а когда люди, там, говорят, я вот буду мыть голову раз в две недели, там, ну, по-моему, это жесть, то есть, там, помажешь еще сковородку дома на весь дом. Ну, как-то, ну, нет же. Ну, просто если слишком часто, если жирнятся волосы, я думаю, как вариант, наша телезрительница выбирает каждодневную мытье головы, вот это не вредно? Самое главное, выбирать шампунь, подходящий непосредственно для жирной кожи головы, для жирных волос, и найти подходящий. Но, опять же, не увлекаться им, нужно менять, менять шампуни. То есть, привыкание какое-то возникает? Может быть, да, может быть, оно мыть одним и тем же шампунем, и волосы жирнятся, а кожа головы уже подстроилась под него, кожа головы уже не реагирует на него. Ну, как получается, вот мы тюбик использовали, в следующий раз это должен быть другой тюбик, или это раз в год нужно менять? Вот тут какая частота, если привыкание возникает? Индивидуально, ну, где-то в среднем в три месяца, ну, где-то, да, где-то один флакон, и меняем. Сразу покупаем другой? Когда заканчивается... Все анальные марки выпускают большую линию, несколько линеек, несколько направлений, и я думаю, что если вы предпочитаете одну фирму, и... Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот моего мужа очень седые волосы. Друзья ему советуют покраситься, я, например, против этого. А мнение стилистов можно услышать? Спасибо большое, спасибо большое. Вот седые волосы, на самом деле, многие стесняются этого. Хотя, мне кажется, мужчинам это и есть. Стесняться тут нечего, да, на самом-то деле. Седые волосы есть... Сейчас существуют всевозможные такие, скажем так, приколы, да. Ты пришел в салон и постригся, и прямо тут же, да, не отходя от кассы, то есть тебе помыли голову после стрижки, на пять минут нанесли тонирующее средство, да, оно не выглядит как краска, то есть оно не будет прям вот таким вот, ну, ух, покрасился. Оно оставляет рельеф седина натуральной волосы. Да, оставляет такую штуку. Некий такой налет получается, как бы, но смотрится это очень красиво и смывается точно так же шампунем, то есть не отрастает вот эта вот граница от росших волос. Да, то есть, ну, не будет корней вот этих. Но при этом как часто нужно тогда тонировать, если это устроено? При этом каждую стрижку, да, или, например, просто есть шампуни специальные для седины, тоже очень красиво, то есть, ну, там, всевозможные, там, Джордж Клуни какой-нибудь, там, ну, он же всегда хорошо выглядит с сединой, да, ну, то есть она у него никакого-то там цвета неприятного, то есть, ну, можно обычными вот шампунями такими, как там, а не под общим таким... Даже женские шампуни можно использовать, которые используют блондинки. Да, сильные. Которые нейтрализуют желтый пигмент, а если у кого седые волосы, немножечко с желтым оттенком, то можно смело ужин брать своих и... Да, не пить крепкий чай, ну, как бы, это зелень дополнительную волосам придает, честное слово, но где-то прочитал. Еще один звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, что можно использовать против выпадения волос. Спасибо большое. Думаю, актуально. Против выпадения волос, особенно сезонных выпадений, это весна-осень, не говорим о глобальных проблемах внутренних. Очень многие фирмы выпускают сейчас препараты с аминоксилом, с омегой-6, которые продаются непосредственно в салонах или можно приобрести их в аптеках. Все у специалистов. А причем против выпадений, сколько я знаю, даже предлагаются и отдельно для мужчин, и отдельно для женщин. Но сколько нужно присматриваться к вот этим вот припискам для женщин, для мужчин? Просто у мужчин они более концентрированные. Может быть, у женщины вообще там загустится, если она будет мужской пользоваться. Нет? Нет, не в этом дело. Просто они действительно более агрессивные мужские. То есть у мужчин, например, все. Даже шампунь у мужчин идет против выпадения. То есть желательно покупать, да уже ближе, скажем, к 30 годам, начинайте покупать шампуни более специализированные. Против выпадения волос, например. Или какие-нибудь ядреные с перцем, с ментолом. То есть чтобы это раздражало немножко кожу. То есть больше причесывайтесь. Но это тоже... Кровообращение. Кровообращение, да. Фолликул, как бы оно... Ну или массаж самим себе делать. Можно массаж делать, да. То есть это все... Ну, хуже от этого не будет. Только лучше. Мы успеем. У нас минутки 4 осталось. Да, да, да. Да, последние штрихи. Я прочитаю пока вопросы от телезрительницы Ирины. Сделала себе короткую стрижку. Последние штрихи навожу с помощью воска. Но после этого волосы выглядят будто грязные. Получается, что тем, у кого жирные волосы от природы, нельзя пользоваться всякими средствами для укладки. Или, может, посоветуете что-то? Обязательно нужно пользоваться. Если короткая стрижка, если хочется каких-то штрихов, в заероженности. Есть различные препараты, которые не жирнят волосы. Мне кажется, даже сейчас воски выпускают. Они настолько твердые, что жирности там не должно оставаться, если какие-то профессиональные. Но есть полюбившиеся нашим очень клиентам пасты. Они не дают жирности, не передают жирности сам. Прямо так называется паста для укладки? Паста, да. И их можно перечесать в течение дня. То есть поправлять укладку и в течение дня выглядеть. Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте, мама. Слушаем. Здравствуйте. Слушаем вас. Подскажите, пожалуйста, почему отличается биоламинирование от кератинового выпрямления волос? И каково их влияние на волосы? Спасибо большое. Ламинирование и... Биоламинирование и кератиновое выпрямление, да? Ламинирование идет процедура, получается, не глубокого восстановления волос. Ламинирование – это обволакивание каждого волоска. Ну, скажем так, это дает косметический эффект. Чтобы волосы блестели, чтобы волосы были ухожены, здорованы. Здоровые. И немножко запаивали кончик. Кератиновое выпрямление – это все-таки больше восстановление, потому что кератин, который находится в препарате, он проникает в волосы, он наполняет волосы. И волосы становятся более плотными. Это получается восстановление изнутри волосы, непосредственно волосы. Можем мы прокомментировать, потому что нам уже пора заканчивать. Покажем что-то. Все, готово. Ой, это прям цветочек получился, да, Вить? Да. Анечка, можно вот прям застыть, чтобы мы посмотрели? То есть это тоже жгутики получаются? Да, тоже на основе жгутов. Очень быстро, удобно. То есть вы по пряткам брали, разделяли жгутики, делали и накручивали в форме цветка, получается. Да, ну не обязательно в форме цветка, можно по-разному. Ну вот выбрал сегодня так. Как Елена уже сказала, хаос и бардак. Да, хаос и бардак. То есть как вариант, может быть, можно еще с чем-нибудь там цветком каким-нибудь натуральным украсить? Легко, да. Можно разными шпильками с украшениями. Масса заколок продается всевозможных красивых. То есть воткнула уже пол прически сделанного. В качестве резюме, потому что нам пора, к сожалению, упрощаться. Основные принципы в трех словах. Что сделать, чтобы были волосы красивые, блестящие и вот, ну, красивые, здоровые. Три слова, что основные составляющие? Это здоровый образ жизни, это уход за волосами и все-таки, наверное, любить свои волосы. Ухаживать за ними и защищать во время укладок. Насколько принципиально профессиональными средствами ухаживать? Или можно все-таки домашние? Вот масса-масса предлагается в интернете, бродят варианты. Вот стоит ли там яйца себе на голову намазывать, молочком, кефирчиком укреплять? Да, очень полезные всякие маски есть. Единственное, что нужно знать, для какого типа вы используете эту маску. Они разные для сухих, для жирных волос. То есть, ну, для разных типов разная маска. Главное, не перепутать. И домашние надо умело применять. Да, разные рецепты есть. Сегодня мы говорили о красивых прическах, красивых стрижках. Гости нашей студии, напомню, были парикмахеры-модельеры Алена Пономарева, Алексей Чегасов и Дмитрий Бизайни. Спасибо вам большое. И большое отдельное спасибо Анне Коневой, которая нам помогла продемонстрировать две. Одну вечернюю и одну ежедневную прическу. Спасибо, всего доброго. До свидания. С вами, дорогие телезрители, мы увидимся уже в понедельник в 12.40. Гость эфира, психотерапевт Алексей Башканов. Говорим о гиперактивных детях. Хороших вам выходных и до встречи.